Это с этого начинается всегда. Да здесь никогда никто не убирает по-человечески. Вот железобетонная плита, для чего валяется. Разбитые стекла и люди, женщины работают здесь. Зачем свалку здесь устраивать? Вот там у вас венцы, в этом? Это после рассела у вас коровы? Покажи мне их. Нет, эта корова, она еле живая. Ты же видишь, как она двигается. Нет, это не пая. Зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас, службе безопасности, поручил одеть вам наручники во главе с ним. Да здесь никогда никто не убирает по-человечески. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже на шерсти закорела все там. Всех под нож. Всех до единого. Леонид Васильевич, уголовное дело возбудит по всей строгости закона. Ко мне не обращайся. Виноват наручники сразу в следственный изолятор. Откройте дверь. Зачем свалку здесь устраивать? Причина одна. По фигическом отношении правительства к поручению президента. Внести предложение по министру промышленности и по министру строительства. Он сидел, не мог отремонтировать крышу, выполнить поручение президента. Кто имел право отменять мои решения? А почему не выполнили? Почему не сделали, как я сказал? Почему не оснастили? Почему не пришли ко мне и не сказали, что вы не можете выполнить? Не успели закупить. Почему? Почему у вас коррупционер на коррупционеры сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели? В Гомеле вы не успели. Здесь вы не успели. В текущем году. Садитесь. Вы мне будете рассказывать о героизме. Президент поставил публично перед народом железобетонную задачу. Решите точка. Все надо было бросить сюда, чтобы показать, что президент в стране есть, и он управляет страной, если уж на то пошло. А вы занялись саботажем. На этой неделе внести предложение по замене всего руководства правительства. Всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован и у вас находится. Хватит смотреть им в рот, и они будут все нам рассказывать, как им сложно, как им трудно. То ли в очереди, то ли уже готовые квартиры, по 650 долларов построили, ну и люди стоят в очереди, чтобы купить это жилье. Приходит один или вдвоем, покупают аж 64 квартиры, никого это не настораживает. И на завтра перепродают 54 или 56, успели продать квартиры. Уже по рыночной цене. А где председатель горосполкома? По-моему, в центральном районе это было. А где руководители этого района? Вчера мной было принято решение всех в следственный изолятор, всех до единого, одеть на ручники, разобраться со всеми и вернуть деньги народу. Ты не мобилизовал, чтобы убрать нормально, вон оно, посмотри, везде. Ни населения, ни студентов, ни военных, никого, чтобы здесь не вести идеальный порядок осенью. Я не вижу. И то, мне кажется, что в последний момент вы что-то тут ковыряли. Здесь и военные работали, здесь маска у них. Я не спрашиваю, кто и сколько работал. Я спрашиваю, что здесь делали. Вот железобетонная плита, ничего валяется. Зачем вот эта опора валяется вдоль железной дороги? Объясни мне. Не успели убрать. Как не успели? За год не успели? Вы хотите, чтобы я вас сейчас при всех вот их камерах провез по периметру? Ну, я пройду по колено в грязи, мне не проблема. Но вы в той грязи можете остаться. Вместе с Симашкой и губернатором. Вот так проектом предусмотрено, да? Вот так вот. Если бы положить асфальт сюда, мы бы... Да, причем здесь асфальт? Вот это вот рвань предусмотрена проектом, да? Сейчас пойдем посмотрим на станцию. Я боюсь, чтобы кто-то не остался из вас насосами качать воду техническую. Вот мы сейчас туда спустимся. Давай не заходим. Я посмотрю сейчас. Сейчас одену наручники всем, пойдете в камеру. Позови сюда начальника УВД. Это что за туалет стоит? Это не действующая уже раньше сушилка, это было. Кто виноват в том, что не убедена котельная до 7 ноября, как я вам поручал? Ну, наручники, турки, что не успели такую же работу? В полноладке. Что? Турки, они же определяли, кто будет строить, кто будет ее водить в квадрат. Мы решили, что будут водить турки. Значит, виноваты турки, да? Вы за это отвечаете, и вы мне на стол положите. Потому что я не знаю, как доверять правительству дальше объема этой работы. Как можно здесь держать в ней? Это надо сейчас половину правительства, и их надо в тюрьму посадить. Как можно работать? Одно стекло, окна, кое-как закрыто, кое-как, где даже не остеклены. Ну, хороший хозяин внешней короны пленкой бы отбил. То, что я здесь увидел, это просто преступная безответственность. Я не говорю о том, что тут надо было все зачистить, побелись вот в этом дерьме. Нет, ну как же так? Разбитые стекла и люди, женщины работают здесь. И здесь и Ладуцко ходил, и Семашко, и Мясникович. Ну, я уже о нем не говорю. Это преступление. И оно наказуемо. Поэтому директора предприятия снять с должности сегодня же. И назначить пока не исполняющим обязанности, а назначить директором и контроль за ним того, кого они перевели с Орши. Его. Это у него шанс. Не сделаешь, посажу. Не сделаешь предприятие, сядешь. Вот, извини, что я так говорю, у меня выбора не будет. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok